Запись-то нажал Нам тут это скучно в офисе стало Мы Viva La Cloud, а я Андрей И думаем, что бы нам не свалиться в Крокус Экспо на Global Wave А потом вдруг поняли Что тут рядом есть торговый центр Вегас И там гораздо больше стендов Гораздо больше разного веселого и интересного Так что пойдемте смотреть, что там Забьем на Global Wave Да ладно, я прикалываюсь Пойдем на Global Wave Маленький облом ожиданий Когда мы узнали, что это будет проходить в Крокус Экспо А мы знаем, каких размеров в Крокус Экспо Мы думали, что это будет прям на Global Wave На самом деле вы заходите И вот из этого всего многообразия дверей Направлений и того подобного Мы идем только туда, в зал номер 4 Вот И сейчас мы туда пойдем И посмотрим, что там можно сделать У нас VIP пропуска, которые позволяют Проносить оружие на территорию Потому что нас даже не досматривают Мы можем легально затаскивать, что хотим туда Вот мы идем вот к той девушке Проходим мимо с серьезным видом Смотри Работает? Я даже не буду говорить, что это Вы и так уже все везде это видели Как и было разрекламировано везде Оказывается, это не только жидкость Но и механический мод Но посмотрим мы его попозже Потому что сейчас как бы Мы хотим просто пройтись И посмотреть, что тут можно ловить Выставка Global Wave Масштабная вейперская выставка Что на ней можно делать? Вы можете кататься на радиоуправляемых машинках Пойдем дальше Наш фирменный корч от Viva La Cloud Там вот наклеечки Мы спонсируем маленькие машинки Можно залезть на ринг Притвориться, что ты девушка в бикини Взять табличку Показать Какое у тебя роскошное тело Потом Туда Туда Также на выставке можно посидеть И позадротить Стоят 5 или 6 сонек Люди приходят, играют в FIFA В Mortal Kombat И еще во что-то Им в принципе класть на вейпинг Им главное поиграть Потому что дома сонеки не у всех А тут как бы они есть И заплатив за билет на вход Вы можете без проблем прийти и поиграть На халяву Здравствуй, дядя Здоровенько Скажи, что ты тут делаешь за столом? Сейчас проводится Coil Build Contest Мотаем фьюзды на скорость А нафига проводить контест, если ты и так самый крутой? Ну, надо убедиться в этом Все, давай, удачи Давай, давай, все, удачи Спасибо Дядю МД Троя, как всегда, поспрашиваем Здравствуй, дядя МД Троя Привет А как тебе выставка? Скажи, мне очень понравилась, на самом деле Очень душевная атмосферка И хорошая организация Мне тут говорили, что основная тема, чтобы тебе понравилась выставка Это наличие алкоголя Слушай, да, тут расстроили, его нет Но ты сказал сейчас, что тебе выставка понравилась Я со своим То есть не наругали, тебя пустили? Не наругали Отлично А назови каких-то топ-5 вещей, которые тебе на выставке понравились Приглушенная музыка Достаточно такая прохладная температура Много места, так в том числе и сидящего И есть блок-зона, где можно спокойно попить чаю, то есть в тишине Чаю? Чаю Чаю Серьезно? Серьезно С лимоном Алекс, здравствуй, тебе тоже Здорово Здорово Как тебе Global Away? Ожидаемый вопрос Смотри, ну я думаю, ты был на всех выставках, которые были ранее И прекрасно, понятно было, что будет из себя представлять Global Wave Так как это первый опыт у ребят И я зайдя сюда, я вот как-то представлял себе, что так будет Вот именно так и осталось Небольшая, компактная и на самом деле уютная выставка Вот нету этого дикого Я как будто в прошлое попал Вот на первые выставки, которые были организованы в Москве На самом деле мне нравится подход организаторов непосредственно к масс-медиа Я не знаю глубже, как там происходит со стендами, да И с прочими какими-то организационными вопросами Вход удобный, парковка есть, места много, музыка громко не орет Ну, в принципе, нравится Мне интересно, что они сделают в следующий раз Ну, как ты считаешь, в принципе, в Москве до этого были Сокольники, Тесла, какие-то такие Что может быть в будущем, учитывая, что это Крокус, Экспо Типа самая выставочная, самая крутая площадка Москвы Слушай, я надеюсь, что в следующем году, допустим, если ребята будут в следующем году делать То это продлится и в ту сторону, и в ту сторону Вот, если надеяться, что они вырастут еще Потому что, ну, мне нравится подход Вот есть у них какая-то определенная жилка Посмотрим, чего они добьются Назови топ-5 вещей, которые тебе понравятся в этой выставке Я на видео посмотрю, у меня оператор, как и у тебя просто Нельзя засыпать Нельзя засыпать, ведь мы идем Не знаю, что там Смотрите, это Прям повернись вот так вокруг, покажи Огромное помещение Огромная площадь Неимоверно много места Два кикера Два И много пуфиков Две машины Два кикера Две сцены Один барбершоп Один барбершоп Но в барбершопе попозже мы попробуем затащить туда человека Клауди Манки И чтобы ему наконец-то сбрили бороду Пойдем туда Вы только посмотрите, у нее змейка на руке Сними, чтобы я ее на ладошке держал прям Прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-на ладошке Двенадцать литров И где-то за тысячи триллинг Смотри Десять литров Милицерин Можно просто ладошку поставить, тебе, короче, что-то кладут на руку Это же вообще офигенно выставка Просто ладошку поставил и все Круто А, минус, они забирают это обратно Ну, вообще не Пишите, пишите сколько вы хотите Пишите, пишите Очко Чудесные Всем известные Компания Дотмод Представители которой сменились с американских представителей на узкоглазеньких представителей Как всегда, у них куча товара, куча расцветок Те самые бокс-моды, которые на 200 ватт, на ДНА, которые с Тиффани окраской Которых уже, я так понимаю, судя по стенду, нет Потому что за ними реально охотятся Также, скажи, кто ты такой? Здравствуйте, я Тян Радар Почему Тян Радар? Потому что, когда я делал страницу ВКонтакте, у меня не было девушки Мне было очень грустно Мне казалось, что это привлечет много самых А, страница сработала, я нашел девушку Помогает, короче Нет, не моя жидкость И не твой бейджик? Нет, бейджик мой Сабом Блейс, я же редактор Да, все мы знаем редактора Тян Радар Вивля Клауд, конечно, наверное Там был какой-то чувак с усами Ништяк Мне тоже понравилось Вот, ай, стрижка, стрижка, блядь, чувак Меня бесплатно постригли А, барбершоп? Первым на выставке бесплатно постригли Тебе идет? Сними крупняком, у него деньги есть Удивительный момент Человек пришел на выставку с деньгами что-то покупать 75 ватт и 200 ваттные бокс-моды Разных расцветок, в том числе и Тиффани Итак, классика Красивенький, маленький Теперь добавился к вот этому большому Теперь эта плата не ДНА Оказывается Они сделали свою собственную плату На 275 ватт Поддерживают режимы Там, задачи кривых коэффициентов Температурный контроль Вариват Ну, в принципе, всего из этого Нужен только байпас и вариват Остальным никто нафиг не пользуется Непонятно, зачем они до сих пор это делают Но все же 180 зеленых президентов И 120 зеленых президентов За каждый из этих бокс-модиков Вот Разные расцветочки Также классика Оу Ребята Я только что почувствовал себя цыганом Потому что хочется взять и украсть коня На самом деле выглядит очень-очень прикольно И в руке за счет Опустим вариант, что он блестит Что он красивенький Такой вылезный Ощущение именно тактильное Очень приятное От того, что ты просто его держишь в руке На самом деле Отбросив все вот какие-то такие Внешние факторы Он очень приятный все равно И это латунная версия Не алюминиевая, как раньше То есть он нелегкий Он реально увесистый 24 мм Все защиты, все по классике Подпружиненный контактик, мягкий Очень прикольно, очень красиво И приятного ценования тактильного? У него довольно короткий 1500 долларов Я только что потрогал Полтора кэса долларов Я только что потрогал Мне кажется, меня сейчас предъявят за это Потому что я его заляпал Но так как я говорю по-русски Он не понимает то, что я говорю по русски Он об этом не знает Поэтому я просто ему верну Спасибо. Спасибо. Добрый день. Я типа вам блогер, как он, он круче делает, и только очки одел, а коробка, самая коробочка, это я из «Сибири», с любовью. С любовью из Сибири, моя Сибирь. Вот, и у него тут… Сибирский мамонт. Да, сибирский мама, а как тебе Global Way? Короче, после вчерашнего дня и сегодняшнего я смылин наслел все это дело таким образом. это выставка была бы просто офигительная если бы здесь было больше стендов это выставка не скажу так а скучная она крутая потому что тут понятно дело что все то есть организация все эти вещи тут заклана прям вот потолок показываешь как будто типа просто тот потолки выше как бы и все да 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 не ну правда здесь все очень круто правда круто но если бы было больше стендов было бы еще круче я понимаю почему такая фигня произошла я уже у себя в видосе сказал то скажу еще раз отказалась очень много людей в последние два дня просто у кого-то произошли проблемы с документами по выставке в корпусе кто-то на границе встал товары они просто не выставляются и в итоге они сейчас примут товар и будут покупать стенды на экспо чтобы хоть и хотя бы там выставиться на экспо насколько я знаю там забито уже все ну то есть там полтора зала не два полтора и вот это вот половина которая это под вопросом потому что ребята сюда выставлялись ну там где-то непонятные и терки мне абсолютно короче всю информацию о терках вы можете посмотреть в отчетном ролике на его канале коробка вот самый дружелюбный на наш взгляд человек вот самый добрый и пульшистый вот там кстати халява прийти начинается чтобы подогнать людей к сцене каждый раз приходится разбрасывать всякое разное никто не хочет никто не хочет просто так подходить витяка к сожалению да а я нет ты ничего не пропустил на самом деле посмотрел слава кпсс смотрел как рубит за май вживую они молодцы чего у вас тут происходит блогеры изображать насколько я слышал вы будете выдавать друг другу в лицо думаю что нет потому что многие захотят плюнуть друг другу в лицо на всякий случай я только хотел тебе предложить от лайфхак типа чтобы выиграть но ты уже сам в курсе ну главная дружба до совершенно верно ладно дружба мы пошли дальше удачи 2 глобал вейп ждешь да конечно что мы уже договорились будем работать вместе и честно ребят ждем вас если что-то приходите будем рады вас видеть все давай удачи потому что у каждого блогера есть свои так у сцены как всегда шумно сейчас начнется состязание блогеров друг с другом я естественно участвовать не буду кто я такой я не воспринимаю все дело мое дело тут вот бегать разговаривать общаться сейчас пойдем куда-нибудь туда ты чё такой худой либо у меня глисты либо повышенный метаболизм я не знаю тебя попасть не кормит не кормит где попасть где попасть угадайте логичный вопрос что он я сейчас твою еду можно бухает ладно вот там они поставили ринг это трвс очередной отборочный тур я ждал что они будут драться но они почему-то тоже выдувают пары ничего кроме этого опять не делают пожелаем все вместе ему приятного аппетита он уплетается две щеки он очень довольна что кушает и китрованюк здравствуй как тебе глобал ваим хорошая выставка по организации но народу мало поэтому все вместе желаем от библиаклауд успеха никите спасибо с участием чтобы он получил еще больше денег и еще больше жижки я надеюсь сейчас мало а что это у вас за прелестное создание на руке это питон он еще маленький он добрый кусается я его поглажу у нас в офисе такой же не так раз другое у нас императорский у нас песчаный кормили уже мне кажется ему пора кушать он устал он закутался в комочек и боится у нас тут еще прекрасный есть желтенький тоже очень красивый вы сколько змеек привезли ну это не мы их привезли а организаторы ну сколько их суммарно две змейки все спасибо о том что я говорил теория двух чисел на выставке две сцены и куча других двоек тут как бы все подтверждается еще и две змейки бедных попали под раздачу которые точно все ничего нибудь подхватят от никотина вот соответственно тот самый механический мод от рашен механик и москит вейп тенденция делать совместные продукты компаний и блогеров продолжаются это еще один продукт качество рашен механик я думаю описывать не надо тут все красивенько защита от дурака внутри есть гравировочка фирменная от рашен механика приятный на ощупь кнопочка с постоянным контактом с посеребренным пином даже вот серийный номер есть вот гравировочка москит вейп спайнер а почему москит придумал название спайнер своему механическому моду и если мы его найдем где-то тут на выставке то мы у него обязательно спросим почему именно такое название какая розничная цена короче цену ждите обзор ждите тоже вот выглядят они вот так вот 24 миллиметра вейп механик классика остальные механические моды получили яркие красочки цвета это все вы уже видели есть еще вот легенький алюминий есть тоже в черном исполнении и как раз гравировочка отличается чтобы вы не перепутали это латунный это алюминиевый дороже дешевле красивый обратите внимание очень очень минималистичный стенд с одним большим плюсом а можно просто зайти и спрятаться тут в помойке тапки валяются я не знаю что тут происходит но тут почему-то некоторые стенды вообще не приехали они пустые а некоторые вот допустим алхем мы тут чириканье кузнечиков ставим журналы макулатура смотри 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 делает вид что умеет читать типа читает картинки смотрят предает наши сми и вот вот что из этого выходит что ты делаешь читаю а я вижу тут наш логотип это мы что популярные что ли наверно не знаю читаю об этом так оставим он читает медленно не будем его мешать зашибись задроты сейчас так так непосредственно так нет это это Субтитры создавал DimaTorzok